всем привет у микрофона данил добро вы на канале быстро пока в этом видео я вам покажу как разбирается нетбук от asus этот ноутбук 2010 года в целом он довольно хорошо сохранился если не обращать внимание на царапины на то что он весь заляпан и то что тут у нас стоит процессор атом 32-битный и при этом довольно слабый это одни из самых слабых процессоров от intel именно так они называются атом и если честно я бы подобные нетбуки вообще бы не брал бы с таким процессором во всяком случае в 2022 году уж точно потому что как выяснилось позже этот нетбук не тянет почти ничего в прямом смысле в видео есть тайм-коды можете перейти и сразу посмотреть про то как я ставил операционную систему android при разборе в принципе никаких проблем не возникло разбирается он через клавиатуру есть другие но нетбуки они разбираются через вниз то есть зависит от модели то есть это не для каждой модели скорее всего подойдет но я думаю плюс-минус будет одинаково если вы будете разбирать подобную модель и соответственно какие у меня возникли проблемы именно при разборке целом никаких проблем не возникло разбирается он также стандартно как и обычные ноутбуки или нетбуки скажем так ничего особенного в нем нет отсутствие конечно дисковода и по тем временам наверное серьезное отсутствие потому что тогда все-таки еще использовали диски а в нетбуке их уже не было то есть нетбук в каком-то смысле был заточен под то что мы сидим чтобы с него сидеть в интернете и печатать тексты но к сожалению на 2022 год интернет интернетом на нем нельзя пользоваться нормально потому что он просто тупит не знаю почему но видимо сами сайты стали тяжелее и в принципе браузер обновились и скорее всего не стали более требовательные к процессору ну или к видеокарте получается но в целом в самого железо работает вполне нормально и большинство систем которые я запускал в целом работали вполне нормально я довольно быстро смог его отремонтировать также я вытаскивал жесткий диск который там стоял проверил его на наличие битых секторов это было за кадром чтобы побыль побыстрее все снять и соответственно диск оказался вполне рабочий на 300 гигабайт ну чуть больше по факту и соответственно я его собрал забыл подключить в итоге некоторые шлейфы немного почистил от пыли и видимо данному процессору не требуется какая-то термопаста то есть принципе почистить его от от пыли более чем достаточно и я потом проверил через программу действительно ничего не перегревается то есть все абсолютно нормально для такого нетбука если вы не собираетесь ничего на нем особо делать кроме как работать с файлами и документами более ничего делать не нужно ну скажем так разбирать конечно через клавиатуру на мой взгляд нетбуки или ноутбуки неудобно вот если бы был бы более быстрый доступ к диску был бы скажем так лучше скажем так именно в плане того чтобы можно было быстро этот диск вынуть заменить на другой или потом на ssd ну на мой взгляд ставить сюда ssd нету смысла потому что процессор реально очень слабый и большой как бы плюс от этого не будет по этой причине я потом поставлены данный нетбук windows 8 чтобы хватило жесткого диска и никаких проблем не было изначально тут у нас стоит windows 7 но к сожалению этот windows 7 в процессе установки большого количества операционных систем начиная от андроида до windows 10 разумеется я случайно стер загрузочную область и соответственно к windows 7 уже не было доступа но потом я ее удалил думаю что я лучше по новой накачу то windows 7 а в итоге оказалось что почему-то новые образы windows 7 не ставится на данный нетбук прям совсем не просто зависали либо выдавали ошибки хотя я скачивал софт сайта и так же сюда можно по идее поставить windows xp но windows xp в 2022 году это наверное вообще самая бесполезная вещь по этой причине я выбрал windows 8 как одно из самых вроде бы не самых старых операционных систем и это одна из тех операционных систем которая пошла конечно с небольшими нюансами пришлось отключить автообновление драйверов и вообще в принципе обновление при установке если вы этого не сделаете то скорее всего windows 8 начнет обновлять драйвера и система будет тупить я в первый раз поставил но мне именно тупило и после этого я решила пробовать установить без драйверов которые сама подбирает система после первой загрузки вот и как потом оказалось это был действительно правильный вариант и принципе данный нетбук не нуждается в обновлении потому что процессор слабый и какие-то программы на нем запускать лишние явно никто не собирается только работа с файлами и все так же я попробовал запускать андроиды и к сожалению тут уже возникли проблемы уже после пятого андроида то есть сначала поставил пятый андроид это единственный андроид который запустился и второй андроид который запустился это android 4.4 и к сожалению ни тем ни другим андроидом пользоваться невозможно почему невозможно да потому что там работает только проводник и в принципе все видео нормально посмотреть не получится интернет тоже браузера не ставится и половиной и больше и большая часть приложений именно больше все которые попытался поставить ни одно из приложений не заработала но заработали там самые какие-то совсем простые типа вот чипую тест и соответственно это все что заработал из того что я поставил точнее еще браузер заработали но они не открывали веб-страницы и толку от них не было никакого какой я могу сделать вывод по данному нетбуку то что это наверное один из самых бесполезных но и буков принципе потому что процессор реально слишком слабый и это вроде бы процессор 2009 года и я с по сравнивал с другими процессорами атом это один из самых слабых и запускать на нем что-либо вообще с тяжелее скажем так с обычной системы там windows не получится да еще вдобавок почему-то драйверов нет а и 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 на android кстати почему-то все пошло более-менее нормально кроме приложений и еще на android не работал не выработала яркость экраны плохо работал по моему были проблемы с выключением от нетбука потому что кнопка работала только на полное выключение почему-то перезагрузки не было очень странно и яркость еще не работала экрана то есть половина работала вроде нормально половина не работал на всех android но android из более старшей версии после 5 они просто не запускались по причине что просто картинкой на экран не водилось нормально но были сильно искажена значит драйвер на видеокарту либо разрешение экрана он правильно не подобрал соответственно ставить туда android выше 5 версии 511 ссылки и конечно же оставлю на эти android в описании но смысл их ставить на данный нетбук абсолютно нет потому что он просто выглядит конечно круто но пользоваться этим невозможно точнее даже не то что невозможно запустить то их можно но использовать именно как полноценную систему точно не удастся и это еще то и связано с тем что отсутствует какие-то драйвера в итоге я поставил на данный нетбук windows 8 windows 10 если по windows 10 там не наш нету драйвера на видеокарту встроенном и соответственно там все периодически будет подлагивать и так далее на windows 8 чтобы поставить этот видеодрайвер приходилось сказать скачивать драйвера слов сайты и через диспетчер задач через дополнительные там свойства установки драйверов нужно было выбрать этот стандартный микрософтовский драйвер видео и установить через него вручную драйвер уже который мы скачали с интернета к сожалению почему-то через в общем установщик он не ставится и судя по всему даже этот драйвер поставлены на windows 8 работать немного криво потому что видео он тянет еле-еле я по-моему на windows 7 он тянул видео более-менее нормально вот и соответственно какой я могу сделать вывод что такие нетбуки подобного вида ну и может быть чуть получше скорее всего 2022 году полностью бесполезны потому что с интернетом они работать не умеют несмотря на наличие вай фай с файлами работать ну можно конечно но это явно очень маленький функционал для 2022 года плюс их компактность можно например их просто взять чисто для того чтобы печатать тексты все максимум печатаете текст в libreoffice который легко ставится 32 битный и все можно еще в виду посмотреть какой-нибудь совсем низком качестве он тоже в принципе потянет если конечно настроить нормально player либо он должно быть очень маленькое видео скажем скажем так какой-нибудь формат полегче mp4 вот потому что видимо процессор не поддерживает этот кодек либо видеокарта встроена так и соответственно это весь функционал который позволит как бы пользоваться данным нетбуком в итоге я решил продать данный нетбук потому что у меня и так лежит вполне удобный и компактный ноутбук 13 дюймов этот нетбук 11 дюймов но принципе чуть-чуть поменьше но при этом чуть потолще но весит они плюс-минус одинаков и соответственно мне этот ноутбук ну прям совсем не нужен то что мне есть нормальный ноутбук современный с нормальным процессом вот и все на этом я думаю закончить свое видео в видео есть тайм-коды можете перейти и сразу посмотреть про то как я ставил операционную систему android благодарю за просмотр до встречи следующих видео так же попробовал в самом уши конце запустить linux флешки в лев режиме и к сожалению даже в этом случае этот нетбук показал себя очень плохо то есть он реально лагал даже на linux благодарю за просмотр до встречи следующих видео а